МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Губернатор Одессчины подписал меморандум о создании Центра административных услуг. Белгороднестровская средневековая крепость уже в недалеком будущем может превратиться в национальный историко-архитектурный заповедник. Руководство Одесской милиции гарантирует денежное вознаграждение за помощь в поимке преступника. О том, как отмечали День молодежи в Измаиле и Белгороднестровском, узнаете в этом выпуске. В эфире Бессарабия ТВ, новости в студии Николай Юшкиевич. Здравствуйте. Меморандум о создании в Одессе Центра админуслуг подписан. 29 июня министр юстиции Украины Павел Петренко, председатель Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили, мэр Одессы Геннадий Труханов и президент фонда Восточная Европа Виктор Лях подписали этот важный для громады документ. Как подчеркнул сам губернатор Одессы, это делается, несмотря на то, что создается что-то, что еще даже с законом не урегулировано. Но если мы будем ждать, пока закон урегулируют, и потом, после начала создавать, у нас никогда ничего не будет. У нас нет времени ждать, пока 3-4-6 месяцев будет обсуждаться наши законы. Украины нет времени. Или мы сделаем быстро, как говорят одесситы, то, что вы делаете, нам нужно вчера. Нам закон нужен вчера, этот дом нужен вчера. Людям облегчение процедур нужно вчера. От коррупции отстать, что самое главное, нужно вчера. И мы не можем это откладывать на послезавтра. Предполагается, что центр по предоставлению админуслуг откроется уже через 3 месяца, а его работа будет максимально автоматизирована. Главная задача – это выдача всех административных справок и выписок в одном месте и за минимальный срок без коррупционных схем и поборов. Сейчас нам дают деньги для того, чтобы мы нашли новых сотрудников, которым мы будем платить не 2 тысячи гривен, а нормальную зарплату. Чтобы мы не получили здесь очередной сервятник, то есть службы. И очередную службу, где просто руки смотрят людям, чтобы у них последнее отнять. Это очень важно. И вот мы собираемся с миру по ниточке от международных организаций, чтобы у людей здесь были зарплаты. Это не просто здание, а зарплаты, чтобы им был стимул работать и обслуживать людей. С шурупкой, с поднятой головой, смотря в глаза, они в руки и в карманы. Очередной склад контрабанды нашли пограничники Одессины. Как сообщили в Госпогранслужбе Украины, место, в котором контрабандисты складировали сигареты и спирт, обнаружили утром 30 июня. В спецоперации принимали участие стражи кордона отдела «Гулянка» Котовского отряда и представители государственной фискальной службы. Склад с товаром нашли в 16 километрах от госграницы у жителей села Новосомарка. У него без соответствующих документов хранились 67 ящиков сигарет и 600 литров спирта. По предварительному подсчету, стоимость изъятого у мужчины контрабандного груза составляет 736 тысяч гривен. Руководство Одесской милиции гарантирует денежное вознаграждение в размере 200 тысяч гривен за предоставление достоверной информации о местонахождении преступника. Напомним, 26 июня, осуществляя охрану общественного порядка, двое сотрудников патрульной службы получили огнестрельные ранения. Старший лейтенант милиции, 30-летний Роман Викторович Трувкин, получил телесные повреждения, от которых, не приходя в сознание, скончался в Одесском военном госпитале. 29 июня в селе Червоноармейское Болградского района, под звуки салюта, родные и близкие, сослуживцы и земляки простились с молодым офицером. По факту нападения на сотрудников милиции открыто уголовное производство. В совершении этого тяжкого преступления подозревается мужчина. На вид 35-40 лет. Его приметы рост 170-175 сантиметров, тучного телосложения, лицо круглое, волосы короткие, темно-коричневого цвета, носит очки. Во время совершения преступления мужчина получил огнестрельные ранения. С места происшествия скрылся пешком в направлении парковой зоны. Если вам известна какая-либо информация о нем или его местонахождении, просьба сообщить в милицию. Код города 048. Телефон 779-4061. 779-49-61. И 779-41-23. Или 102. За совершенное преступление злоумышленнику грозит от 9 до 15 лет лишения свободы или пожизненное тюремное заключение. Аэропорт Одессы начинает работать в новом режиме. Как сообщает пресс-центр государственной авиационной службы, начиная с этой недели, в международном аэропорту Одесса планируют применить принцип открытого неба. Это означает, что украинская сторона в одностороннем порядке снимает ограничения на выполнение полетов по количеству авиаперевозчиков и рейсов. На данный момент исключением остается лишь направление Одесса-Стамбул, по которому нескольким авиакомпаниям предоставлено право на осуществление 14 регулярных рейсов в неделю. А это максимальное количество, которое разрешено действующими двусторонними соглашениями между Украиной и Турцией. С 30 июня Госавиаслужба направит письма авиационным властям других государств с просьбой снять ограничения. Также письма направит в лоукост-компании с предложением совершать неограниченное количество полетов в аэропорт Южной Пальмиры. Госавиаслужбе полагают, что этот эксперимент даст толчок для развития туризма и бизнеса в южном регионе Украины. В Одессе в минувшие выходные заживо сгорели две женщины. В субботу в собственной квартире в пятиэтажном доме на улице Тенистой сгорели 85-летняя женщина и ее 55-летняя дочь. Как сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, на момент приезда первых спасательных подразделений из квартиры валил густой черный дым, а домашнее имущество горело открытым пламенем. Из-за сильного задымления жильцов из квартир четвертого и пятого этажей пришлось эвакуировать. Дым капитальный. Что конкретно? Сработали замечательные люди. Замечательно просто. Именно правильно все. С обеих сторон поставили лестницы высотные. Все сделано верно. Все сделано правильно, потому что специально вышла даже наблюдать. В том смысле, что, во всяком случае, соседи не пострадали. Они даже кошку спасли, насколько я слышала. На борьбу с огнем, охватившим двухкомнатную квартиру, спасатели потратили больше часа. Чтобы попасть в горячую квартиру, им пришлось использовать спецтехнику, чтобы срезать входные бронированные двери. Складность пожаржей возникла в том, что, чтобы рятувальникам потрапить до квартиры, им нужно было задействовать бензориз и гидравлические ножницы. Рятувальники работали в аппаратах защитного дыхания и зору. Также квартира была сильно захарашена и была под напрягом. Не было возможности отткнуть напрягу. Белгород-Днестровская средневековая крепость уже в недалеком будущем может превратиться в национальный историко-архитектурный заповедник. Помочь в этом согласился Киевский научно-исследовательский институт. Об этом в ходе заседания исполкома сообщил мэр города Игорь Нановский. Подробности смотрите в сюжете Татьяны Бежинарь. Цими вихедними Белгород-Днестровский с рабочим визитом відвідала делегація науковців, историков, экспертов на чолі із Андрієм Шалюгіним, керевником управления з охорони историчної спадщины Одесской областной ради. Приехали, аби наочно вивчити нынешний стан фортец, армянської церкви тощо. Комиссия посетила, мы были вместе с ними в крепости. Потом посмотрели ход реставрационных работ ведутся в армянской церкви. В армянской церкви по ходу вскрыти были обнаружены две, скажем так, исторических находки. Две доски, еще один каменный очкарь, как он правильно называется, и историческая плита. Одразу ж після невеличкого экскурсу відбулася нарада, в ході якої вирішувалися оптимальні шляхи створення національного історико-архітектурного заповідника на базі середньовічної фортеці. Директор института памятника охранник и исследований Министерства культуры сказал, что уже на этот год, на 2015 год, из бюджета заложено для их института первое финансирование по созданию этого заповедника. То есть сегодня мы реально приступаем при поддержке научно-исследовательского института по созданию историко-архитектурного заповедника. Окрім цього, наразі вирішуються питання із сплатним паркуванням на майданчику біля фортеці. Бо, як зазначив мер Нановський, невідомі порушуючи чини законодавства вимагають у автомобілістів сплачувати по 10 гривень. За неделю подготовить проект решения по закреплению паркувки возле крепости за комунальним предприятием Микерман сервису согласно действующему законодательству. Іншими словами, вже найближчим часом на майданчику мають з'явитися паркомати. Керівник комунального підприємства Василь Пухкан вказує, що вартість парковки буде у межах тарифів, утверджених по Україні. Уже через неделю, допустим, у мене вирішення ставить парковочное оборудование, що там є спеціальна норма применення. Без паркоматів не можна проводити паркоматів. Тетяна Бажинара, Анатолій Лукьянчук, Бесарабе ТВ Если вовремя обратиться за медицинской помощью, можна избежать немало проблем со здоров'ем. К примеру, в Україні действует программа по диагностике и лечению острого коронарного синдрома. В Белгороднестровской центральной районной больнице уже подвели первые итоги и считают их позитивными. Подробнее об этом смотрите в сюжете Ангелины Савенковой. Продолжается реализация проекта по оказанию медицинской помощи пациентам с острым коронарным синдромом. За прошедшие полтора месяца с момента начала действия проекта в Белгороднестровскую центральную районную больницу было госпитализировано 11 человек. Из них на сегодняшний день девятерых перевезли в центр на базе Одесской областной клинической больницы. Там все больные пришли обследование, рассказывает заместитель главного врача районной больницы Алексей Филонов. По результатам диагностики в Одессе проведены необходимые лечебные мероприятия. Пятерым жителям района установили стенты, двум остальным такие меры не понадобились. Еще два пациента готовятся к более серьезным операциям. При первых признаках данного заболевания, таких как появление внезапной боли за грудиной давящего, сжимающего характера, которые не снимаются приемом нитроглицерина, нитросорбита, сиднофарма и закетоспрей. Необходимо, если они не снимаются на протяжении 15-20 минут, немедленно обращаться за медицинской помощью по телефону 103. Своевременное обращение за медицинской помощью при появлении давящей боли в груди, отдышки, нарушения ритма и перебоях в сердечной деятельности. Боли в животе при резком падении артериального давления могут спасти жизнь. Вызвав бригаду экстренной медицинской помощи, вы минимизируете проблемы, которые могут развиться в будущем, настаивают кардиологи. Постарайтесь обращаться, не затягивать, обращаться своевременно за медицинской помощью, для того, чтобы получить ее достаточно быстро и квалифицированно. Напомним, в Одесской области действует международная программа «Стенд для жизни». Пациентов на начальной стадии развития болезни сердца в центральной районной или городской больнице обследуют и вводят тромболитические препараты, а затем перевозят в областную больницу. Лечение и обследование в районной, городской и областной больницах проводится бесплатно. Чемпионат Украины по воздушному фристайлу прошел на Одессе. Минувшие выходные на базе спортивного аэродрома «Гидропорт» в рамках фестиваля фестивалей «Хочу в Одессу» прошло спортивное авиашоу, которое приурочили к празднованию Дня Конституции Украины. Как сообщили в пресс-службе муниципалитета Южной Пальмиры, для участия во втором открытом чемпионате Украины по воздушному фристайлу пригласили ведущих летчиков Украины. Среди них были члены сборной команды Украины по аэробатике, победители и призеры чемпионатов мира и Европы, а также мастера спорта международного класса. Кроме этого, для всех гостей чемпионата на территории аэродрома организовали музей огня, провели ярмарку и байк-выставку. А для самых маленьких зрителей оборудовали специальную бэби-зону с аттракционами, батутами, мастер-классами и аниматорами. В Измаиле День молодежи отметили соревнованиями и концертом. В рамках праздника, с самого обеда на территории городского пляжа, проходили спортивные соревнования по карате, пляжному волейболу, уличному баскетболу, семейные эстафети, шахматам и шашкам. А кульминацией вечера стал праздничный концерт на площади у Диорамы. Об этом сообщают корреспонденты новостного портала Измаила. Мэр столицы Придунавья поздравил всех жителей и гостей города с праздником и наградил грамотами Измаильского горсовета успешных и талантливых представителей молодежи города, говорится в сообщении. По словам Андрея Абрамченко, молодежь Измаила уверенно заявляет о себе на международных научных конференциях, олимпиадах и творческих конкурсах. День молодежи в Белгород-Днистровском. Отпраздновали громко и с музыкой, а также с песнями, танцами и конкурсной программой. Молодые керманцы продемонстрировали все свои таланты. И за это кое-кто даже получил подарочные сертификаты. Эти подробности вам расскажет Тетяна Бежинар. Вже давно міський пляж Белгород-Днистровского не бачив такої кількості молодих, активных, веселих та безтурботних представників підростаючого покоління Акерману. Цього року День молоді в місті відзначили гучно та по-музичному. День молодежи в Белгород-Днистровском. Організатори свято підготували ряд цікавих та розважальних змагань, у перервах між якими бажаючи могли відвідати виставку творчих робіт а керманців, а також приміряти на собі військове обмундирування. Дякую за перегляд! Змагалися молоді Акерманців за право бути найкращим споживачем пива за допомогою чайної ложечки, найшвидшим їдаком кукурудзяних паличок, а також найвправнішим танцюристом. Одразу по завершенню конкурсно-розважальної програми на Акерманців та гостей міста очікував діджей Баттл, де музиканти-початківці демонстрували свої вміння міксувати різні за стилем та жанром музичні твори. Тетяна Бажинара, Анатолій Лукьянчук, Бессарабі ТВ Такі сюжети подготовили мої коллеги в останній іюньський день, лето 2015 року. Ми здаємося з вами завтра на телеканалі Бессарабі ТВ. Всего вам доброго і хороших новостей! Дякую за перегляд!